Друзья, всем привет! Для вас не секрет, что например в Японии производятся роботы, похожие на людей. Очертания лица, функционал и воплощение японских прихотей. Но мало кто знает, что в мире также ведутся работы по созданию удивительных роботов-животных. Некоторые из них меня просто поразили. Поехали! И начнем мы с рыбы. Прежде всего, этот робот вышел у разработчиков очень красивым. Получилось впечатляюще, так как он полностью имитирует все повадки и движения рыбы. Его можно легко перепутать с настоящей. На сегодня роботов-рыб существует несколько десятков различных размеров и даже различных пород. Применение их в основном сводится к одному – к развлечению. Наполненный такими механическими рыбами аквариум может поразить кого угодно. Еще в 2011 году мир увидел первого робота-птицу. Зрелище необыкновенное, так как имитирующий альбатроса робот двигается, парит и летает один в один, как его пернатый прототип. На сегодня подобных роботов уже более 20 видов, и каждый из них уникален. Некоторые робоптицы поднимаются на высоту в 1 километр. На такой высоте они абсолютно неотличимы от настоящих птиц. Такую птицу можно использовать в качестве шпиона. Робот-паук Т-8. Скелет робота-паука напечатан на 3D принтере. Робот имеет несколько комплектаций, в том числе с таким реалистичным покрытием. В роботе использовано 26 приводов и продвинутое управление. Сейчас ведутся работы над тем, чтобы паук мог уметь высоко прыгать, как этот робот. Чем-то напоминает вот эту хрень из Half-Life'а. Один из самых интересных роботов – это осьминог. Он был создан для исследования морских глубин и сегодня применяется по прямому назначению. Силиконовые щупальца приводятся в движение электромоторами и разгоняют осьминога до 20 сантиметров в секунду. Этот робот снабжен камерой и звукозаписывающим устройством. А морское крещение прошел, помогая изучать своих настоящих живых собратьев-осьминогов, которые восприняли его как терминатора. Медуза – одна из самых красивых и гармоничных разработок в робототехнике. Она может применяться во многих областях, начиная с простого развлечения в аквариуме и заканчивая работой подводным радиомаяком в открытом море. Но также есть и большая воздушная медуза для развлечения взрослых и детей. После создания робота-рыбы эстафету приняли военные инженеры и ученые. Создав робота, имитирующего самого свирепого морского хищника, представленный публике образец робота-акулы, имеет длину 1 метр и 62 сантиметра и весит 60 килограмм. Друзья, как вы думаете, для чего будет использоваться эта акула? Знакомьтесь, большой пес – мечта американских пехотинцев. Этот робот создан, чтобы перетаскивать тяжелое вооружение, на пса, конечно, не очень похоже, скорее на козла из школьного спортзала, но тем не менее, со своими задачами он справляется. Робот способен переносить 500 килограмм груза. Еще один робот от той же компании, и теперь перед вами гепард, созданный опять-таки для военных целей. Раньше он был медленным, но сейчас инженеры разогнали его до скорости бега Усейна Болта и даже выше. А благодаря своему весу и скорости, он может сносить ограждения и уж тем более людей. Но ему явно не хватает пулемета. Согласитесь, было бы круто. Конечно, не все впечатляющие разработки имеют сугубо военное назначение. Вот, к примеру, пугающий поначалу робот-змея. Задачи перед ним ставятся более чем благородные. Он будет искать и спасать людей там, куда никто не сможет пробраться. Например, под завалами после землетрясений или аварий на шахтах. Тут все специалисты сходятся в одном. Такой спасатель будет более чем востребован во всем мире. И на первое место я оставил единственного из современных роботов, способного двигаться как в воде, так и на суше. Робот-саламандра имеет легкий пластиковый корпус, который позволяет ей свободно передвигаться по суше, преодолевая все препятствия, а затем свободно плавать, имитируя движения рептилии-саламандры. Друзья, будущее вот-вот да и наступит. Спасибо за просмотр! Не забудь поставить лайк и рассказать об этом видео своим друзьям. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok